Вы знаете, стыдно сказать, я об этом не знаю ничего. Я подозреваю, что мое незнание – это не столько признак моего невежества, сколько действительно отсутствие важных событий. Может быть, мы увидим какие-то памятные мероприятия через три года, в 2017-м, я это вполне понимаю. Я думаю, что на каком-то глубинном уровне, не осознавая, российское общество все-таки воспринимает начало Первой мировой войны как начало катастрофы. Может быть, это нигде не сказано, это не явилось предметом анализа, но, по сути дела, видимо, это так. И поэтому Россия не уделяет такому вниманию событиям начала войны, лет 1914-го. Потому что здесь, мне кажется, было бы очень важно понять, насколько тому, кто бы хотел выяснить этот вопрос, будь то историк или исследователь ментальности, или социальный психолог, или социолог, выяснить, насколько носитель, современный россиянин идентифицирует себя с тем своим предком, который жил в 1914-м году. И я боюсь, что здесь тоже довольно высокая степень идентичности, и это восприятие событий столетней давности, с одной стороны, может быть очень личным, с другой стороны, в значительной степени мифологизированным. И понятное дело, что если это так, то здесь по этому поводу нечего сказать, нечего праздновать, трудно об этом есть какой-то разговор. Кроме того, мне кажется, что есть еще и другие события не только 1917-го года, которые разные, и это, я хочу сказать, что это не только, не исключительно для России, но это было в Армении, где, например, я не смог попасть в музей геноцида, потому что он закрыт на ремонт. Естественным образом, его открывают к апрелю 2015-го года, к столетию геноцида. И понятное дело, что 1914-й год совершенно не значим для армянского общества, а для них значима другая дата. Конечно, эта дата непосредственно связана с Первой мировой войной, но они не думают про начало войны. Я думаю, вот эта аналогия, хотя все аналогии плохие, она немножко в какой-то степени описывает то, что происходит в России. В 2017-й, я думаю, мы увидим разные, может быть, противоречащие друг другу способы отметить этот 100-летний юбилей. В 2014-м, как мы видим, не происходит ничего.